Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Среда, рабочий день, но меня это не останавливает, чтобы вообще вырваться в лес. Приехал я в лес, в Осинский район. Как всегда, это сосны, елочки, мох, грибов, грибов. Вот только мы в лес зашли, сразу же начали попадаться нам лисички, белые грибочки. Собачка у меня Бэтмен радуется, бегает. Настроение кайфовое. Не знаю, кто-то не любит по этому лесу гулять. И говорят, Саня, слушай, ну ты вот ездишь так часто в лес за грибами. Куда тебе столько грибов? Как я вам скажу, я купил себе камеру на 385 литров объемом, чтобы эти грибы просто отваривать, замораживать и зимой их употреблять. Неважно где. Субварить, пироги стряпать. То есть, варианта вообще приготовить грибы масса. Взял с собой другана. Вон он у меня, ходит уже с рюкзачком. Взял с собой, он там, по-моему, 15 пакетов. Говорит, я буду сегодня собирать все грибы, чтобы теща, говорит, у меня просто заебалась, говорит, их перебирать. Он даже их не чистит. А так вот, сразу же стали попадаться белые грибочки и лисички. Вон рядом здесь, прямо с корзиной тоже растет белый гриб. Сейчас мы его скосим и будем отправляться дальше собирать. Я уверен, что он тоже чистый, потому что, смотрите, где он растет. Смотрите, где он растет. Это просто мох. Мох. Белый, зеленый мох. Сейчас мы его скосим. Смотрите. Ох, грибочек. Беляшек. Ах, ну этот беляш, конечно, переросший. Не, Саня, он тухлый. Ну, не стоит расстраиваться. Смотрите, сколько червей. Поешьте червей. Это тоже бекон. Многие, короче, такие грибы собирают и говорят, мы их будем сушить, говорит, и все, все черви, говорит, от соленой воды вылезут. Есть у меня один товарищ такой, я говорю, что ты гонишь, что ли? Не, я такие грибы, нет, собираю. Я собираю только идеальные грибочки. Они у меня в корзинке. 20 шагов вправо. Вы посмотрите, что здесь творится. Сразу же стоят боровые белые грибы. Это поганка растет рядом. Вот он, боровой белый гриб. Ну-ка, давай, срезай его. Опа! А он уже срезает. И вот это. Жесть. Вот он. Смотрите, еще беляшик один растет. Мох, белый гриб. Запах в лесу грибов просто невероятный, приятный. Я уверен, что сегодня нас день порадует. И мы наберем этих грибов просто, я не знаю, тысячу. Посмотрите. Вот он, друзья. Вот они. Вот они, белые грибы. Причем я смотрел в интернете один канал, где женщина занимается сбором белых грибов. И она сказала, что самые дорогие белые грибы, это тот гриб, когда вы его переворачиваете. И с внутренней стороны он тоже белый. Вот здесь этот гриб относится к этой категории. Самый вкусный. Осенний боровой. Белый гриб. Шляпку покажи. Да, да, да. Шляпка просто. Ой, сказка блестящая. Блин, Санька, я тебе завидую. Это реально просто сказка. Отправляемся дальше. Еще 50 метров прошли влево и напали на полянку лисичек. Посмотрите, сколько лисичек здесь. Мясо, море. Пирог из лисичек я постоянно делаю. На днях я его сделаю и обязательно на своем канале выложу. Рецепт у меня пирога проверенный. Делаю так постоянно. И пирог получается очень вкусный. Вот смотрите, лисичка. Лисички не маленькие, крупные, хорошенькие, классные лисички. Режем. Начинаем пересыпать. Вы посмотрите, какие, друзья, лисички. В этом лесу вообще растут лисичек просто море. Я взял с собой 4 пакета. Я уверен, что я сегодня их на дербаню. Батина корзина просто счастливая. Полный пакет уже даже не лезет. Не знаю, войдет, не войдет рюкзак. Сейчас попробуем сюда погрузить. Скорее всего будем сейчас двигаться к машине, чтобы эти грибы вообще туда вывалить. Взять ведра, корзины и отправляться дальше. Надербанили вторую корзину лисичек. Сейчас мы ее переваливаем вот сюда в пакет. Здесь уже одна корзинка есть. И убираем вот сюда в рюкзачок. Белых пол ведра. Товарищ тоже у меня пару корзинок белых красноголовиков надербанил. Лисички в рюкзак убрал. Все вываливаем, отправляемся дальше. Но обязательно попробуем самогончик собственного производства, чтобы настроение было прекрасное. Посмотрите, какой мох в лесу белый. Ходить по такому лесу еще раз говорю одно удовольствие. Сосны насажены рядами. Отправляемся дальше ходить. Добрались мы, короче, до машины. Еле-еле дотащили эти грибы. Посмотрите, какой объем вообще грибов у нас получился. Ведерко 10-литровое и корзинка вот такая пластиковая. Чисто белые грибочки. Остальное все лисички. Тащили. Жесть. Очень было сложно. Все, теперь можно смело отправляться домой, чистить их. Варить, жарить и употреблять. Всем пока.